Так вот, точно, точно, да, еще раз доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему Дредд, и мы начинаем смотреть очередную игру сегодняшнего дня, Empire против Virtus.pro. Вот, собственно, две такие... Да, очень интересная игра, получатся сильные команды, очень... Я слышал то, что Virtus.pro вчера проиграли PR, на самом деле говорит о том, что сейчас с новым патчем очень многое зависит от просто придуманных стратегий, от каких-то интересных пиков, и вот посмотрим, что же команды все-таки придумают, потому что я думаю, что как одна, так и другая команда воспринимает этот матч крайне серьезно, потому что действительно, если хотят, ну, естественно, хотят попасть на финал, нужно выигрывать просто. Ну, да, у нас тут много есть таких, именно принципиальных соперников, не только вот в плане того, что да мы вас надерем, да мы вас надерем, а в плане того, что в конце сезона, вот, высока вероятность того, что вот команда Empire, там, Poseidon, VP, там, и остальные такие коллективы, они будут находиться примерно в одной и той же зоне турнирной таблицы, а там уже действительно и личные встречи, и очень сильно решают, и много таких решающих факторов. В общем, карты такие точно отдавать нельзя. Ну, и погнали. Пик Абаны, VP берут на Гассирену. Ну, это дефолтный, кстати, пик команды Virtus.pro, только старый команды Virtus.pro. Кстати, интересно, почему уважаемый Light of Heaven не пишет свой ник? Это какая-то тайна, наверное. Ну, может быть, он призрачный Light of Heaven. Да, действительно, не исключено это. Мне сегодня показали отличный ролик, называется «Призрачные сиськи», про весь американский кинематограф, просто описано в одном видео, такой прикольный сделанный трейлер. Ну, если кто видел, те меня поймут. Нага Сирена, первую пику Virtus.pro. В принципе, ничего неудивительного, сильный герой очень, и можно много придумать разных комбинаций под нее. Ну, не говоря уже о том, что можно использовать как кэри, так и суппорта. Чуть ли не мидера, на самом деле, можно ставить Нагу Сирену. А на их харде нормально стоит. Да, и сразу Герокоптер и Абадон. Вот это очень два интересных пика. Очень ценится Абадон, кстати говоря. В предыдущей игре он был забанен на второй бан, кажется. Ну, вот Габлак тоже любит Абадона. Да, еще Габлак, я слышал, очень любит этого тролля Варлорда, Кентавра. Один из, наверное, любимых героев Габлака, судя по пикам. Ну, сейчас посмотрим, насколько эти герои любимые, вот настолько ли они любимые, чтобы взять их вот сейчас в достаточно ответственном таком матче. Да, посмотрим. Потому что вообще Кентавр очень неплохо еще работает с Герокоптером в паре. А Герокоптер под щитами Абадона это, на самом деле, страшные вещи, и, в принципе, я думаю, имперцам неплохо может войти Кентавр. Да, вот сейчас посмотрим, потому что новых героев ввели, скажем, большое количество, но пока что толковое использование мы наблюдаем не так часто. Абадон, понятно, Абадон хороший диспел, моментально там скидывает все эти неприятные эффекты, негативные. Хороший, достаточно полезный герой, остальных пока что мы видим очень-очень редко. Визаж второй пику в Virtus.pro. Возможно, хотят поставить сильную триплу против Абадона, потому что, действительно, зачастую просто этот герой очень жестко выигрывает вражескую легкую, то бишь, идет на триплу. Так что, возможно, даже мы увидим на усиленную визажа, по сути, двух очень боевых суппортов, подходящих под триплу в сложную, возможно, увидим даже в легкой. Ну вот кого еще под них можно взять? Ну, я думаю, любой кэрри, в принципе, неплохо подойдет, потому что они, скажем так, самодостаточные суппорты, могут в связке очень неплохо вливать дэмэджи. Гангать даже, в принципе, могут. Правда, Нага Сирена, конечно, не лучший гангер, рейндж сетки не позволяет ей особо поубивать всех на карте. Хотя, мувспид базовый, тоже очень, на самом деле, важная вещь для суппорта на ранних уровнях. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, потому что в Virtus.pro ребята такие, которые могут придумать самое нерациональное использование. Ну, возможно, на первый взгляд оно будет нерациональное, но, на самом деле, задумка у них будет просматриваться, очевидно. А вот Кентавр в бане все-таки, Габлак решил отправить его в бан. Да, не хочется, но давать его имперцам, потому что понимаешь, что действительно сильная комбинация очень будет, когда гирокоптер под щитами, под ультой Кентавр врывается, кидает колдаун, включает баражи всякие, начинает просто выдавать тонны дэмэджа. Это, конечно, очень страшные вещи. Да, причем сам гирокоптер будет, скажем так, за вот этой стенкой из Кентавра, которому подойти будет достаточно проблематично, а самого Кентавра убивать, ну, это себе дороже обычно бывает. Да, особенно под Абадоном. Вкусить героев становится крайне сложно. Ну, не то чтобы крайне сложно, но сложнее намного. Так, ну и третий пик для команды Empire. Не знаю, кто бы это мог быть. В принципе, маг у нас тоже любитель неординарных вещей, и задумки у него там есть определенные свои. В принципе, может быть, это какой-нибудь Клокверк, например, потому что, опять же, если они пойдут с Абадоном в Хардлайн, то это очень сильная комбинация. Абадон с Клокверком, с Дарксиром, я считаю, сейчас наиболее такая сильная дабла в Хардлайн. А с введением Абадона, я думаю, количество даблайнов в Хардлайн улучшится. Вот мы честненько наблюдали Патма, Абадон. Да, тоже было, но это не совсем неубивающая дабла, я считаю, а это, грубо говоря, выживающая. Ну да, да, много есть кивов. А как раз-таки с Клокверками, с Дарксиром очень много дамага входит, когда вот эти вот два дружища, Дарксир и Абадон, вбегают под двумя щитами каждый и начинают просто грязеводить. Вот да, это Клоквер все-таки у Империир. У Империир. Ну и Энигбан точно так же у Империир, у нас сейчас, как и в прошлой игре, немного повторяют они свой пик. Да, они отходят от стандартов, а тут Фурион у нас у Виртус Про. Похоже, будет такая, эдакая любимая дотал сейчас в Виртус Про на данный момент. Это, скажем так, сильное начало, но и отличный потенциал в лейте. А драки в мидгейме, они немного, конечно, упускают и стараются их или доджить, или только в очень удачных ситуациях для себя начинать. Ага, вот смотри, еще и Лайвстиллер доехал. Но на самом деле герои сами по себе у ВП сейчас очень сильные. Даже по отдельности взять каждого из них, они действительно крайне сильны. В своей роли, наверное, одни из лучших героев. И, конечно, Империя. Вот пока... Хотя что, что, сеткой сбивать, там, Блэкхолу Энигме в БКБ, это, наверное, не самое благодарное дело. Хотя, возможно. Нет, это возможно, это приятно, но, с другой стороны, Энигме будет очень сложно закастовать Блэкхолу, потому что птички визажа, они не поддаются, собственно говоря, Блэкхолу, и могут сбить вообще в любой ситуации этот Блэкхол, если будут рядом. Да, да, ну вот, конечно, неприятные такие товарищи. Да, они на самом деле в лейт-потенциале, скажем, и райт-кликом будут, Сенигмой, короткий разговор вести. Потому что там от них ДПС тоже неплохой залетает. Да, особенно и с агонимом под медалькой, там, конечно, очень сильный урон. Да, да. Так, ну и последний бан от Virtus.pro. Кого там сейчас, не знаю. Какого-нибудь Бэйна, возможно, забанят, если они смотрели прошлую игру, потому что были у них уже два героя из прошлой игры и Бэйн, в принципе... Хотя нет, Бэйна опять я обманываю. Не забанят, конечно же, потому что Абадон будет на суппорте, очевидно, и уже нет нужды банить просто еще одного суппорта. Ну вот Клокерк у нас, скорее всего, да, уйдет в хард. Энигма у нас что, Мид или Лес? Ну, Энигма, Мид это довольно сомнительная перспектива, я думаю. Не, ну вообще, герой неплохой для Мида. Ага, Никса забанили. Не, Энигма может стоять Мид, но она никогда не будет его выигрывать, и может против некоторых персонажей, только очень сильно нафидонить идолончиками своими. То есть не лучший герой для Мида, плюс гангать ей не слишком удобно, без какой-нибудь только хоста, наверное, истока. Ну да, да, она такая вся большая, неповоротливая. Так, ну и вроде тогда да, понятно, что нужен герой у нас сейчас в центре, судя по всему. Пять секунд remaining. Опять тролль варлорд. Нужно сейчас срочно Вертус Про банить Даггера, а то, если будет тролль с Даггером, это страшные вещи, как мы видели из прошлой игры. Ну вот, видимо, Empire решили сейчас показать команде МНС все-таки, как необходимо обращаться с этим товарищем. Сейчас посмотрим, получится ли это продемонстрировать. Потому что одно дело, да, напикать интересных героев, другое дело исполнить на них что-то достойное. Ну и теперь уже последний пик для ВП. Причем тролль-то со своими башами, он же такой вообще противный. Кстати, в принципе, есть даже еще Obsidian Destroyer, могут взять его в Вертус Про против кого-то, кто пойдет в мид. Даже, кстати, честно говоря, это непонятно, кто будет, но в любом случае Obsidian Devourer, но мне еще так кажется, что все-таки тролль будет. Он бывает любого. Мне кажется, что все равно будет тролль вот в миде стоять, как в прошлой игре. Ну, посмотрим. Тролль, честно говоря, в миде, это, мне кажется, не самый сильный герой. Да, возможно. И вообще, в действительности у Empire нет такого сильного мидера, который может действительно там ОД что-то сделать. Потому что, поэтому, я думаю, не самый плохой пик будет в этой ситуации. Или как он называется там. Да, да. Именно так. Роман, у вас там какие-то помехи начались, я слышу очень... Да, я вот тоже, тоже сейчас... Это, наверное... Да, нет, с батарейками вроде бы все окей. Сейчас, я буквально секунду, прошу прощения... Так, поделать, наверное. 19 секунд, удастся у ВП на пик. Шторм Спирит все-таки это будет. Год, видимо, все-таки выпросил этого героя, потому что я знаю, он очень сильно любит на нем играть. Да, как и все мидеры, наверное, очень сильно любят Шторма. Да и как и все паберы, все любят Шторма. Так, ну и посмотрим по линиям, что будет у Empire. Потому что тут действительно не самые однозначные линии. Но OneScore играет на Абадоне, че-либо будет Суппорт. Fly, Enigma. Очень много он заполил своих тиммейтов, значит, скорее всего, пойдет в лес. И, да, все-таки скандал пойдет в мид на тролле. Вот его запулили на Purman Shield. У него очень много урона уже на первом уровне регенов. Довольно неплохо. Да и, в общем-то, броня вполне себе уместная. Вот, значит, будет он противостоять там Шторму Спириту. Тоже, кстати говоря, запуленному. Думается, мне все-таки год должен иметь побольше крипов. Хотя, вы знаете, учитывая вот этот вот нюк противной тролля Варлорда и его выживаемость, далеко не факт, что Шторм Спирит будет перефармливать тролля Варлорда на миде. Ну да и посмотрим. Вот балуется скандал тут с Гэшечкой. Это, я знаю, великолепная вещь, чтобы поделать. Так, ну Сален будет, естественно, фармить Изи Лайн на Гирокоптере. И маг на Клокверке пойдет в Хардлайн. Кстати, такой довольно необычный закуп у Резолюшена. Видимо, он будет сразу делать фастами ДАС или, может быть, Фейзи какие-нибудь, чтобы гонять Клокверка, фармить и убивать всех подряд. Ну и да, два суппорта вот этих вот крайне сильных. Визетши и Нага Сирена идут вниз. В Триплу на легкую. Смоков у них нету, но, возможно, они их принесут и будут пытаться гангать тролля. Это не слишком сложно будет, по идее, потому что действительно два крайне сильных героя, и у Шторма есть возможность цепануть, то есть вероятность ганга крайне велика. Ну а в команде Эмпайр же вообще просто нечем гангать мид, и Шторм будет себя великолепно чувствовать. Возможно, именно поэтому взяли они Шторма, зная то, что герой отличный, но есть у него огромная проблема, и его очень легко убить на миде. Да, ну вот я сейчас как раз высматриваю, что там у нас на центре происходит. Да, вот этот, конечно, Пурман Шилд, такая неприятная вещица для года, потому что сил и времени много тратится для того, чтобы харасить. А с Пурман Шилдом харасить, конечно, намного сложнее уже. Так, и маг, понятно, в хардлайне, не знаю, вряд ли, конечно, получится его здесь убивать. Хотя, вроде, сеточка есть, там, Open Wounds, все дела. Ну, маг такой товарищ, который вряд ли будет подходить и просто так подставляться. Кстати, маг продолжает ракетками блочить спаун, и абсолютно ничего с этим не сделать в Virtus.pro, если не убьют Клокверка, или он не зафейлит с баном, то ничего у них не получится, собственно говоря. Получить левел, придется что-то делать. Вот, кстати, посмотри, просто на секунду так представить, флэк-кэнон под ультой тролля. Да, действительно, сумасшедшие вещи с какими-нибудь фейзами, я не знаю, к виллой, самими бомжатскими вроде как артефактами, но которые будут очень много дамага давать. Да, вот смотри, сейчас внизу у нас пытаются принять мага, да, есть Open Wounds, замедление, много всего у него залетает. Габлаку, наверное, стоит лучше поблочить, спереди постоять немного, и, да, First Blood делает Resolution. Если он сейчас будет собирать себе Мидас, то он сделает крайне быстро, уже через 150 голды, через трех крипов у него будет рецепт, он принесет себе его, а пока будет нестись рецепт, он уже почти что нафармит себе на перчатку, и это будет Мидас до третьей минуты, наверное. Но это будет ультра-быстрый Мидас, конечно, да, вот так мы редко наблюдаем, но когда First Blood забирает Мейн Керри, который имеет перспективу сбора Мидаса, который там не просто, там, ПТшечку уже успел собрать что-то какую-нибудь фигню, то это, конечно, очень сильный буст дает, потому что опыта будет много получать от Лайвстилера, от этого. Пойдет там съезд какую-нибудь Урсу, ну, не Урсу, там, я не знаю, Троля, Сатира какого-нибудь в лесу, и все, то есть, и там сразу же клац-клац, лов-лап, лов-лап, лов-лап. Вот сейчас есть уже, да, покупаете рецепт Мидаса на Икс, но, к сожалению, курицы пока нету, сейчас она будет еще обудиться в Мид, поэтому не сможет он сразу принести себе рецепт, но, с другой стороны, прилетит курица, сразу себе уже будет, наверное, у Резолюшена на перчатку, и в итоге будет, опять же, Мидаса на третьей минуте, а это очень сильно. Да, действительно, тут уж никак не поспоришь. Мак у нас продолжает не выходить вообще с Лайна, потому что один раз его уже наказали за это. Да, так, все, все со мной вроде бы хорошо, да, я в эфире, все отлично. Кстати говоря, до сих пор ни одного отвода не дает сделать Мак. Да, он читер вообще. Но, в принципе, несмотря на это, очень неплохие левела сейчас у суппортов. Второй левел Лизаж и, соответственно, третий на Гассирена. Ну и Резолюшен все хорошо делает, хорошо держит линию на одном месте, не дает ей запушиться, для того, чтобы Клакверк не получал еще никакого опыта, вообще ничего не получал. И вот он, Мидас, да, 3.30, 3.28, там, если говорить точно, и пошел-пошел фарм Резолюшена, опять же, много опыта, решил не уходить в Лиз для того, чтобы его юзать, просто решил заработать некоторое количество денег. Ну вот, и тут уже, скорее всего, линия должна будет запушиться. Потому что есть рейнджовый крип, там рейнджового крипа нету. И это, конечно, уже дисбаланс на линии. Не, ну на самом деле, тележка потанкует, в принципе, может он не запушится, и у Клакверка пока еще не будет экспириенса. Вот, нет у него когов также, чтобы пытаться поблочить крипов, чтобы подошли к таверу. Вот, а тут еще НС стакает лес, для кого непонятно, честно говоря, возможно, даже для Шторма, чтобы тут очень быстро получил какие-то артефакты, какое-то преимущество в начале игры, и просто ходил и гангл всех подряд. Кстати, да, получается, что тролль не проигрывает вообще почти что никак Шторму мид, 22 на 18 крип статы. Да, но я вот смотрю, сейчас хорошо топорами достается Году. Неприятно в любом случае. Вроде стоишь, никого не трогаешь, тут тебе раз топорами в табло, ты крипов плохо добиваешь, героя прохарасить толком не можешь. Такое, мало приятного. Да, еще при том, что Год обузит банку постоянно, это такое. Да, вот, говорят, что у Нейчерс Профитов не слишком много побед было в этом сезоне. Действительно, какие-то не слишком результативные Фурионы, возможно, даже дело не в Фурионах, на самом деле. Возможно, дело там в общей задумке, например. Хотя от Нейчерс Профита тоже очень много зависит. Ну, вообще, у Фурионов, я считаю, не понизился виндрей так сильно. Это, во-первых, потому что научились против них играть, а, во-вторых, Дота стала еще более агрессивна, и сейчас намного раньше начинается экшен, а, как мы знаем, Фурион только в таком, скажем, мид-больше переходящем в лейт игре, он действительно может очень сильно порешать. Так, ну вот смотри, как раз выезжают у нас здесь на мага, резолюшн, уединяется с ним. Нет, не ставятся никакие деревни, ничего в этом духе, резолюшн. Нет у Ван скоро пассивки, естественно, слишком рано для этого. А вот Фурион, скорее всего, здесь приедет. Да, все-таки Лост умирает. Ну, там тролль на хосте, от него вообще не было никаких шансов скрыться. За то, что... Ой-ой-ой, Шторм прыгает, прыгает Шторм на гирокомтера, отлично ловит его, но здесь уже Флай, у Флайа, правда, нету еще шестого. До шестого буквально пару крипов не хватает, но драки не получилось. Решили не драться, там, правда, у Шторма уже просто маны нету, вообще ни грамма. Ну, а, кстати, получился третий левел, теперь у меня есть и Коги, и не так просто ее будет убить. Но, с другой стороны, Резолюшн уже три раза завязал Мидас, и посмотрим его на Этворс. Сейчас он, да, на сколько, на 350 голды опережает гирокоптера с фрифарма. И это только начало. Да, потому что дальше будет больше, хотя, кто его знает, какую тактику изберут парни из команды Virtus.pro, возможно, они сейчас попытаются пойти погангировать, может быть, теряет на этом немного фарма у нас Резолюшн, но, в любом случае, скоро у нас должны уже начаться драки, что герои вроде неплохие. Вот сейчас начнется драка снизу, скорее всего, тут Найгз залез в года, в Шторма. Так, ну и вот Шторм прыгнул, да. Да, просто в магу прыгнул, решил посмотреть, есть ли там кто-то. Там никого нету, он таки потратил очень много маны, и... И всё. Да, вылазка не удалась, там как раз в это время очень жёстко по таймингу маг ушёл эншентов себе забирать, ага, продолжает, продолжает пороть вот эти спауны, правда, здесь уже никто не занимается, ничего страшного. Ага, и в центре скандал, вылазка, НС, хорошо пробивает скандала, на него сразу же вешается щит от Анскора, и Габлак уходит. Габлака 62, здоровье осталось после этого всего. Кстати, да, Год начинает фармить этих стаки, получится бить у него, кстати говоря. Ну, думаю, да, но много времени потеряю этот денег, скорее всего, на это. Надеемся только надеяться Виртус Про, только что рун, наверное, будет снизу, потому что иначе придётся идти домой Шторму, и опять же, ничего он не будет делать в это время. Да, плюс ещё Ласт, там несколько крипов забрал, так что на этом тоже Год маленько потерял. Ну, или может быть, плану не такой. Ласту сейчас действительно нужны эти крипы, потому что чем раньше он сделает Мидас, тем лучше, и Год это тоже. Да, да, конечно. Так, ну и вот у нас что? Где этот Шторм? Ага, НС у нас пока что в центре, Шторм у нас отправляется как раз на базу, как ты и говорил. Резолюшн в это время всё, время продолжает стоять на фрифарме, ему вообще никто не мешает. У него всё просто отлично. Так, и отлично сейчас контролит руна и Эмпайр, уже какую подряд забирают. Вот, у Тролля довольно, даже что там, довольно, очень хорошие успехи у Тролля, 44 крипа на миде, уже довольно неплохо противак, там 8 левел, всё в принципе очень даже хорошо. Ну, он и по Нетворсу отстаёт там на 450 голды от того же Гирокоптера, который из фрифарма, так что действительно неплохо. Ну и пора бы, пора бы уже, наверное, навязывать драки, там, не просто так же. Всякие Штормы у команды Virtus.pro, потому что Шторм сам по себе герой вроде неплохой, но нужна инициация. Вот, например, сейчас там на Гирокоптера вместе с Фурионом залететь, почему бы и нет. Я думаю, если они сейчас залетят на такого Гирокоптера, то под ультой Тролля имеет возможность и сам, в принципе, прогнать их или даже убить, а если придёт один герой, то там точно кто-то да умрёт. Ну, один герой, да, один герой, конечно, там пока не котируется, но вот либо инфест-бомба Штормовская, либо вот, чтобы Фурион ещё как-то присоединялся, помогал. Там с ультой, возможно, правда ульты пока ещё нет у Ласта, скоро у него уже будет шестой уровень, сейчас как раз и Мидос, и шестой у него будет. Просто ещё очень грамотно артефактов собирает Сайленд, у него почти, ну, Фейзы, Аквила, и сейчас, скорее всего, будет Доминатор, все эти артефакты дают дамаг, и сейчас у него уже 8 плюс 8 армора и подсоточку урона 110. Ну, вот Сайленд, да, Сайленд понимает, что ему там атак спид и прочая фигня, а нафиг не надо. Вот, хотя сейчас нападать на Сайленд, да, и должны, да, в проказ всё-таки сбреют Сайленд, чтобы ещё он не получится сделать. Ну, спел он кинуть колдаун, хотя это не так принципиально, хотя здесь уже скандал. Скандал, что в Соло сейчас пойдёт... Ага, топоры, ультанул, а дальше чё? Может, может ещё только умереть попробовать. Нет, ну там Ванскор вовремя. В общем, как-то слишком перебыковал здесь скандал, но в любом случае, да, гирокоптеру тут нафиг не нужны практически артефакты там на выживаемость, ну, разве что, возможно, БКБ, чтобы на него там Шторм не прыгал в Соло и не цеплял его. Да, но, кстати, скандал имеет право, имел право сейчас набаковать, потому что есть у него реген. Он, по сути, заставил потратить ещё немного маны, ещё немного жизни и ВП, и регенился, пошёл дальше фармить. Так, ну и Клокверку дали немного времени. Клокверк уже почти шестой, реально, без пары крипов, шестой левел. Лост с Мидосом, да, тоже уже половина седьмого уровня у него есть. И вот пассивно, очень пассивно держатся оба коллектива. Все играют от действий соперника, но если никто ничего не делает, то, соответственно, и ответки никакой нет. Да, появляется у герокоптера... Доминатор? Доминатор, да, уже стакаются эншенты, есть три стак, и сейчас будет делаться четвёртый. И это очень даже неплохо, потому что, опять же, под ультой тролли, они даже им не придётся тратить слишком много времени, очень быстро это заформят всей командой. Да, зафейлился стак, не успел тут герокоптера. Ну да, он там аж на 57-й секунде отводил, действительно, слишком поздно. Габлак у нас тут в центре, далеко, кстати, достаточно заходит, не боится, что ли, вообще ничего. Тролль, ага, смотри, но этот тролль у нас не тот, который был в прошлый раз. Этот у нас уже начинает себе собирать Яшу. Уже практически готово. Кстати, получится очень много мувспидов этого тролля под фейзами с Яшей. Очень уверен на такой тролль. Да, смотрю я пока что на резолюшн, понимаю, что у него-то тут дела идут просто шикарно, но надо бы, наверное, закрепить преимущество. Что там вообще у нас по графикам? По графикам видим, что преимущество у Empire пока что по деньгам. Ну, это полторы тысячи, и то постепенно график ползёт вверх. По опыту та же самая фигня. Так что тут 50-50. Видите, никто, скажем, не ведёт, никто в отрыв у нас ещё не успел уйти. Ну и опять же, просто пассивно, ультрапассивно играют оба коллектива. Так, и тут ещё одну руну получает Empire, берёт хосту тролль-варлорд и с ней может, конечно, что-то придумать такое агрессивное, скажем так. Шестой сейчас снизу получит визаж и тоже, в принципе, будет готов к каким-то активным действиям. Кстати, уже восьмая нага сирена с арканами, вот это поворот. Где-то очень неплохо подформил Гавлак. Да, вот там любопытная статистика, что с Доминатором побеждает у нас Гирокоптер в двух из трёх матчей. Ну и скандал вместе с Флайм уже начинают запиливать Рошана. Правда, от Жора никакого скандала нету, даже минимального, поэтому Рошан ему нормально навешивает. И тот бессилен. Тут уже Resolution, правда, рядом. Ага, у Энигмы там почти мека. Вот Шторм пошёл. Цепляет моментально, кстати, скидывают в Ортекс. Так, и Гирокоптер здесь хочет ворваться. Клокер отлично влетает. Есть улетающий субтроля. Ну вот смотри, хорошо раскручивается. Отличные топоры прыгают. Гот у нас дальше пытается уйти. Resolution! Ну тут уже никак не попрёшь против этого троля. Да, он ещё и на хосте. Посмотри, конечно, будет догонять здесь Шторма. Шторм ещё по прямой улетал. Троль просто не стал тратить лишнее время. И уходит на Рошана, парни, из Empire. Да, конечно, когда вот так вот умирает твой Кэрри на Айкс, это на самом деле крайне печально. Опять же, ошибается здесь Resolution. Видно, что не так он давно играет на этой роли, на роли Кэрри. Нужно как-то поаккуратнее, что ли, играть. Избирает Рошана, команда Empire. Да, и вот он, Рошанчик. Спокойно, совершенно забирают его. А тут ещё и аншенты стоят. Почему бы и не зафармить? Да, why not? Действительно, там сейчас Сайлент начинает. Пиу-пиу-пиу. У него уже 2000 на руках. Сейчас ещё вполне вероятно прибавится денежка. Ну и у Скандала тоже всё не так плохо. Слушай, вот после этой драки, наверное, Empire... Да, они немного укрепились по деньгам. Вырвались совсем чуть-чуть вперёд на 3000 золота. Хотя до этого разница была там всего в 1000. Вроде как мелочь, но это показывает, скажем, прогресс. Вот, в первую очередь. Да, и уже начинает перефармливать герокоптер Найкса. А это, по сути, только начало. Не забываем про то, что есть ещё Фурион в игре, который пока что не слишком-то хочет войны. Он больше как бы из-за мир, испокойство и любовь. Это был пацифит Фурион. Да, немножко посплитпушить и не хочет он драться. Хочет кидать ульты и зарабатывать деньги. Так, ну и что? Вышка начинает потихоньку падать. Фурион у нас улетает на базу сейчас. Да, вот он, лост. Есть у него, кстати, ульта. Так что сейчас, скорее всего, начнётся драка. Да, скандал внизу. В сетке. Резолюшн, опен лун, скандал. Отличные топоры. Резолюшн вообще урона не наносит этому троллю. Да что же это такое? Погибает тролль только-только. Вот, ну хотя бы убивает. Нага Зелена, да. Кстати, разменять нагу. Это не очень хороший размен, но всё-таки Аегис этот надо было сбивать. Ну на самом деле лучше нагу разменять, чем того же Резолюшн, поэтому тут ещё всё было, скажем, меньшее из двух зол произошло. Да, ну и в итоге герокоптер denied tower сверху. На миде не получается пропустить спротавр и теряют они снизу. То есть очень выгодно. Сейчас было, по сути, выгодные две минуты, скажем так, для Empire. Преимущество уже около четырёх тысяч, и по XP это тоже самое. Да, ну и вот, некоторые пророчили, скажем, игру в одну калитку в матче в ВП Empire, причём не в пользу команды Империя. Но сейчас мы видим, что всё не так просто. Что по деньгам они уже на пятёру впереди. Вот пятёрочка, это вот тот отправный пункт, с которого обычно всё начинается. Потому что сейчас только идёт у нас шестнадцатая минута игры, и для шестнадцатой минуты игры пять тысяч это неплохо, учитывая то, что, ну, общее количество денег это двадцать, двадцать пять тысяч на оба коллектива. Следовательно, разница сейчас ощутимая. Мне вот больше интересно посмотреть, что у суппортов. Вот только-только Абадон себе принёс сейчас урну, где там наша Энигма, Энигма с Меккой и восемьсот двадцать золота. У Энигма вообще всё отличное сейчас. Вот год, опять же, этот шторм. Вот смотришь на этого шторма и понимаешь, что это не тот шторм, на котором обычно играет шарфик. С урной и Бладстоуном там на двадцать пятой минуте, даже раньше, наверное. Ну, год в этой игре, кстати, снизу, тут тролль в инвизи может убить через резолюшн, зависит от башев, насколько ему пропрёт. Хотя может и умереть сейчас, в принципе. Да, вот сейчас как раз вот слишком много народу, он это всё дело промониторил, и такой, не-не-не-не-не, лучше отсюда, наверное, свалить, по-хорошему. Ну так вот, год играл довольно агрессивно, он, во-первых, не давали ему забирать руны, вот, но, с другой стороны, он постоянно куда-то летал где-то, вот, снизу попытался убить, сверху попытался убить. И вот эти ганги, они фейлились, и в связи с чем, получается, что вот у него сейчас так мало денег, но даже несмотря на то, что он не умирал ни разу. Просто, скажем так, неудачные ганги были. Энес тут очень грамотно фидит птицами. Скандал говорит, не нужны мне Эншенты, если ты будешь так видеть меня птицами, так что всё, в принципе, нормально. Так, ну и смотри, деф Таура сейчас на нижней линии, вот, команды Эмпайр, да, и Таура не задефали, причём попутно, опять же, забрали вышку у противника. Кстати говоря, ещё 80 секунд у визажа не будет птицы, это на самом деле очень плохо, потому что это, по сути, ключевой его скилл, который всегда должен быть, а лучше, даже если два раза его получится в основном. Да, если он ещё и не в кулдауне, вот, чтобы во время драки можно было в случае чего. Так, ну и 2-4, 18-ая минута. Мне это до ужаса напоминает игру. Посейдон против ВП. Это та же самая фигня происходила. ВП-там вроде запотели, насколько я понял. Сейчас вот появляется БКБ у гирокоптера, и могут они, в принципе, уже начинать забирать товара. Вот первым тавером будет на миде. В Virtus.pro действительно сейчас нету возможности дефить, у визажа нету птиц. Собирает меку, он меки тоже ещё нету. У Шторма довольно мало артефактов, и остаётся им только сейчас сплитпуш. В то время как Эмпайр, скорее всего, до появления Рошана, будут просто бегать, забирать вышки, фармить тоже БКБ на Эникме, Даггер, и наращивать своё преимущество. Ну вот сейчас дело в том, что у гирокоптера под ультой Тролля там 2 атаки в секунду. И урона-то у него не так уж и мало, на самом деле. Да, урона действительно много, особенно если сейчас он купит какой-нибудь себе Demon Edge. Да-да-да, он там начнёт так лица крушить. И это будет, на самом деле, просто нечто. Это будет очень много урона, ещё учитывая то, что он не качает, не максит бараш, и не качает Homing Missile. То есть он, в принципе, довольно ещё неплохо танкоспособен молодой человек. Так, ну и тут что, Сайлент прям на глазах у Фуриона выпотрошил всех его пеньков. Быстренько он просто отпушивает, чтобы была возможность, скажем так, уйти. И на самом деле, если бы он стоял бы и долбил бы крипов вручную, то, возможно, его бы и убили, Найкс, что-то со Штормом здесь, потому что караулют они просто... Ну вот тут только что пролетела ракета, Клокверка, и сразу же помигали на Шторма с Лайфстиллером, спалили Найкса на той точке, сразу же поняли, что он там, скорее всего, не один, и выдвинулись, выдвинулись. Смотри, маг, просветка, ласта видит, отлично! Ласта. Ну вот тут уже ласт не уйдёт никак. Да, у него очень немного оставалось на лотаре, он сейчас умирает, это довольно печально. Да, ну вот, маг и Фурион. Хотел я только сказать то, что очень грамотно стянули сейчас Virtus.pro Empire и разлетелись, но, к сожалению, получилось крайне неграмотно, потому что умер Фурион, а к которому, опять же, сейчас просто нельзя умирать, ему нужны артефакты. Вот, так что будут, скорее всего, ВП ждать Арчиды на Шторме, чтобы пытаться с Найксом где-то летать и гангать, также Визажу, а вот Визажа есть уже Мека, в принципе, это не так-то плохо. Ну, дело в том, что Орхид на Шторме появится, я даже не знаю, вот, чтобы не соврать, сколько времени ещё необходимо, но очень много. Да, действительно, ещё много времени нужно. Здесь, конечно, ему не будут помогать, так, лес где-нибудь может быть даже. Вот, ну и, понятное дело, в это время растёт преимущество у Эмпайр, 7500 по голде, но вот по Экспек, кстати, небольшой скачок был, сейчас всего лишь 4000. Так, ну и что, когда там Рошан? Рошан у нас будет, там сколько, 3 минуты вроде бы осталось, типа того, что у нас здесь, ага, у нас здесь год, год в Инвизе, о, я помню, ровно на этом месте он пролетел Нави на первом Интернешнале, тоже на Шторме. Да, я тоже помню, на самом деле. Вот он влетает в мага, но поддержки нет, видимо, просто решил на него похарасить, ты же не пойдёшь дальше, Горь. Ну, флай прилетел, он слишком много сейф ТП. Да, ну, в принципе, опять же. Тебе тогда тоже, да, было при том моменте? Грамотно, да, я был, смотрел, грамотно стянули, и тут лосс пытается ворваться от... Ну смотри, нахуй сейчас Амонта. Тут Найкс в птице, судя по всему, был, разводят на БКБ, но отлично, вот такими маленькими вот победами ему и нужно, в принципе, сейчас игру вытаскивают, вот разводы на ТП, на миде, развод гирокоптера на БКБ, фраги, конечно, делать в их ситуации, это было бы слишком хорошо даже. Учитывая то, что у гирокоптера даже пока еще нет дезолятора, и реально мало ДПС от него входит, не могут они гангачиться со штормом, и от Фреона тоже нету демиджа. Так, ну и вот все-таки решили даже без БКБ нападать на мид, и не знаю, будут ли Вирту Спорт попытаться их карать. Могут себе позволить, в принципе, даже. Так, ну пока, да, пока просто у нас падает вышка, причем с огромной скоростью. Да, мы видим, что это встречается с вышкой, резолюция все-таки нападает, зачем? Ну смотри, Блэк Холл, у него залетает отлично, сбивает, кажется, Блэк Холл, да? Ну а дальше, дальше, дальше что? Одна птица всего лишь УНС, хотя есть еще можно вызвать, можно давать станы, как-то немного, очень сильно не тимплейно сыгранного, просто приходит лост и умирает, но и даже не успевает себе купить лотар, как-то, опять же, немножко не тимплейно. Ну, действительно, ситуация была неоднозначна очень, тут можно было и драться, можно было и отойти, и немножко не поняли друг друга игроки Вирту Спро. Да, ВП тут, конечно, посыпались плотно, и Уль действительно был неплохой от Нага Сирены, но вот, скажем, перспектив для ВП в той драке уже практически не было видно никаких. Опять же, на самом деле, очень жаль, что умер Фурион, не купив себе лотар тот же. Если бы не было бы этих двух смертей, то, скорее всего, у него было бы уже около тысячи, или даже больше голды. А голда на Фурионе очень важна в этой игре, как на любом, на самом деле, другом герое Вирту Спро. Да, это не та Нага Сирена, а ты Квала, которая бегала с тремя с половиной тысячами в конце игры и дистапкой, и с веткой. Нападают на герокоптер, но есть БКБ, есть рядом... А тут они сейчас сейвят, сейвят, обадон, и как разваливается команда Вирту Спро! Их только что было трое, и остается один Резолюшн, который также погибает, но тут, конечно, уже попахивает гудгеймом. Ну, пока еще, конечно, не гудгейм, но все-таки, опять же, очень грубо ошиблись Вирту Спро. Мы тут говорили о герокоптере под ультом тролля под абадоном. И вот, в принципе, видели, герокоптер покупает Сигглсонг. Вот теперь ситуация действительно становится очень плохой, потому что Фурион опять умер, и у него опять же не было лотара. Да, причем у него еще на 200 голды сейчас стало меньше, то есть если до этого ему там не хватало буквально пару крипов добить, то сейчас ему еще придется там постоять на линии, немножко потусить. Это действительно просто отвратительная ситуация, преимущество уже 14 тысяч по голде, и по XP 12 тысяч крайне сложно будет вытащить такую игру. У того же абадона потихоньку появляется Владимир, БКБ, наверное, летит уже Энигми, да. Летит БКБ скандалу и Энигми. Мага, правда, приняли его сейчас как раз внизу. Ну, Маг здесь, конечно, это не ключевой герой сейчас. Ну, хотя бы, знаешь, для самоутверждения, мол, мы можем их убивать там как-то. Да, все-таки еще и 3.9 что-то выглядит намного лучше, чем 2.9. Согласен. Так что, конечно, это великолепная победа. Такая мини-победа. Да, ну, наконец-то принес себе Lost Shadow Blade. Правда, у Мага уже есть с Интрии, и он, собственно говоря, готов рваться на Ласта, искать его, и тут Сайлент подлетает, которого, кстати говоря, будет через... Через 100 голды уже будет у него бабочка. Ну, блин, вот смотри сейчас на этого Тролля, и понимаю, что его, в принципе, сейчас бить, да, не будут. То есть не будут стараться убивать, скорее всего, будут пытаться убивать там всяких гирокоптеров и так далее. Но Тролль-то, извините меня, тоже имеет сейчас 200 урона с руки, и под ультом он тоже будет очень сильно нарезать. И БКБ у него есть. Да, Тролля сейчас крайне сложно будет убить, особенно без БКБшек, потому что ему стоит нажать просто вот эту вот вторую свою способность, вторую кнопочку, и его уже никто не будет дамажить, если, конечно, опять же нету БКБ. Вот. Резолюшн уже все не так хорошо, как было в начале. У него сейчас даже еще нету дезолятора. Где? Что? У кого? А, у Лайфстилера? Да. Ну, мне кажется, тут даже, я не знаю, не дезолятор, а может Башер будет более уместен, потому что Дезолятор, по сути, ему не даст никакой тотальной доминации над противником. Вот Башер, если сработает, будет вообще шикарно. Действительно, сейчас уже, да, конечно, может быть и Башер нужен больше. Так, тут попытка какая-то на миде. Ну, опять же, стянули команду, сделали ТП. И Клокер опять. Немножко оттянули Рошана, и Лос тем временем почему-то идет на базу, вместо того, чтобы сплитпушить. Ну, непонятно. Ну смотри, Клокверк снова с армлетом, появляется бутерфляй уже у Гирокоптера. Ну, Гирокоптер сейчас просто машина для убийства. Купи с тролем, он подвешенный. Врывается Клокер тут. Ой, да ладно, Клок залетел отлично на Габлака. Чего он успевает сделать? Убивает хотя бы Тавр на миде. Куда в Силер подходит к своей цели, к изолятору потихоньку. Но Лайна, к сожалению, не особо сильно пушится. Вот НС снизу пушит, но это, сами понимаем, визаж эту игру не сможет сдачить. Фарм тут нужен другим героям, например, Году, у которого даже нету Арчида до сих пор. Да, Шторм в этой игре абсолютно бесполезный, наверное, стоит так именно назвать его. Да, ну и надо сказать, что Арчида сейчас ему уже вообще ничего не даст. Ну, уже прошло то время, когда он мог просто летать, там, безнаказанно убивать людей, а сейчас уже все достаточно запакованы. Он тут уже мало кому что способен сделать. Да, изолятор появляется у Найкса, 1800 голды сейчас у НС. Я думаю, все-таки стоит сейчас купить здесь, попробовать медальку, потому что единственный вариант у них, это кого-то завкусить за замес того же Герокоптера, может быть, попробовать, а без медальки это будет, соответственно, сделать сложнее, чем с медалькой, ну и, в принципе, тратить деньги некуда сейчас. Нужен какой-то, собственно говоря, буст, потому что Тауэр будет падать очень быстро, особенно, когда появится у Варлорда ульта. Да, ну и вот уже начинает вышка падает, посмотри, как она рассыпается, эта вышечка. Ой-ой-ой-ой, какие серьезные проблемы мы сейчас у команды ВП, пытаются софокусить скандала, скандалу пофиг, у него Аэгис. Бывают скандалы, кстати говоря, хорошо, и Нигу уезжает в БКБ, и, в принципе, можно тут пробовать сейчас что-то делать. Ну вот то, что Нига в БКБ поражало, конечно, да, это не слишком приятно. И МАК залетает на Габлака, минус Габлак сейчас, продолжает атаковать дальше скандал, хороший Мелефайз от All Within On Fire, и драка, кажется, выиграна, но, скорее всего, отступят сейчас имперцы, потому что МАК очень битый. Или нет? Нет. И стоит сейчас, конечно, врываться в Virtus.pro, Naix очень коцанный, летит ракета, и, на самом деле, из-за этого выхода они сейчас теряют просто бараки, потому что Naix не способен драться. Смотри, пытается сейчас воевать резолюшн, там, пару ударов сделал, буквально, ну вот пошло опять БКБ сейчас у нас от Сайлента, как-то гирокоптер там расстреливает, посмотри. Такие кузьки отваливаются. Да, и никого не убивают, опять же, Virtus.pro, последние двоих фрага были Ваегисы, Ваегисы скандал, ну не последние два, одни из, одни из. Так, ну и Гот прыгает, прыгает у нас сразу же на двух героев, и... Слип Дэд Габлак можно попробовать сейчас Сайлента, будет очень неплохо, но, конечно, не слишком-то это... Ну, сейчас, смотри, хороший фокус, и тут БЛЭКХОУЛ, отличный БЛЭКХОУЛ! Ой, под ультой тролля просто разрывает Гирокоптер. Гирокоптер здесь просто только что взорвал команду врага, еще и ласта находят, но тут Оунич, вот, правильно говорят. Г, Г, Virtus.pro проигрывают в этом уже можно точно сказать принципиальном матче, потому что, если до этого, опять же, все ставили Empire в слабую команду, то сегодня мы видим, что они вроде играть тоже умеют немного. Да, очень хорошо сыграли команду Empire здесь, да и Virtus.pro, в принципе, тоже, скажем так, как не слишком много ошибались, вначале все было великолепно, но потом, конечно, парочку ошибок, а в такой напряженной игре это, конечно же, решает. Ну да, 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 накал страстей, все дела, сейчас я вот буквально быстренько вобью результаты против Menos, выиграли Empire у нас сегодня, и против команды ВП уже победили. И у них сейчас все должно быть вообще отлично в турнирной таблице, сейчас мы, друзья, с вами как раз посмотрим, где она у нас. И команда Empire, да, они начали с поражения свою игру на StarLadder, на Star Series, и сразу же побеждают достаточно сильного соперника команду ВП, ну и команду, которая тоже, скажем так, является одним из аутсайдеров, наверное, команда Menos, но тем не менее, победа достается именно Империи. И сейчас у них все не так уж и плохо. Друзья, у нас впереди еще один, кстати, а может быть и даже два или три интересных матча, потому что следующий у нас Poseidon, Quantic, Duzo, Rockskiss и Kipi, Uyebelst. В общем, Poseidon, Quantic начнут играть буквально через 5-10 минут, так что никуда не пропадайте, и мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Давайте до связи и с тобой тоже давай до связи. Роман, давай. Да, увидимся, услышимся.